Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. В этом году природа еще раз доказала нам, что Сибирь это действительно зона рискованного земледелия. И вот я сейчас хожу, смотрю последствия нашего урагана и с такой благодарностью думаю о теплицах. Потому что только в теплице остались целыми и невредимыми и томаты и перцы. На улице у нас после этого урагана и града кошмар. Если какие-то томаты не свалило, то им обсекло макушечки. Какие макушечки не обсекли, вот так вот смотрите, видите, с корнем, вместе с кольями, со всем вот с этим хозяйством, что было, видите, валяются у нас томаты. Я вот хожу и рассматриваю, то ли их поднимать или уже не стоит. Потому что смотрите, все-все они травмированные. Вот представьте, какие градины были, чтобы вот такую дырку сделать. Где-то дырки огромные, где-то поменьше. Но все равно все эти плоды уже сгниют. Они сначала невидимая дырочка, видите, потом начинает чернеть, все больше и больше. Естественно, помидора, она уже не будет ни расти, ни спеть. Она начнется, процесс у нее гниения. Я вот и хожу, смотрю, стоит ли их поднимать или не стоит. И большие, и маленькие, никаких помидорок не пожалел град, все побил. Вообще кошмар, видите. 50% урожая уже не будет. Что-то повалило, вот так с корнем. Что-то просто макушке обсекло. Я вот говорю, единственное, осталось целое все в теплице. И вот и задумываешься. Конечно, тяжело в теплице ухаживать за ними. Но хотя бы она предохраняет. Но у нас одну теплицу, даже поликарбонат, вот там прошибло этими градинами. Был очень-очень большой, такой, как крупный град. У нас в этом году в Сибири вообще чудеса. Сначала нас весной заморозило. Потом зажарило в первом месяце. Во втором месяце залило полностью проливные дожди. И под конец, еще после месяца дождей, вот ураган с градом. Ну, не надо унывать. Конечно, я знаю, что 50% придется выкинуть. Потому что я уже... Сейчас пройдем в другую. Я уже вижу, что вот эти все даже маленькие травмы, они уже начинают чернеть. Все это сгниет. Ну, будем пользоваться тем, что останется. Я для этого всегда сажу намного побольше. Чтобы... Сейчас дойду до больших, покажу вам, как томатогиганты повредились. Видите, вот так вот раз. Хоп, макушки нету. И которые вот огромные, все, я на которые любовалась. Смотрите, какие дырки. Это вообще ужас. Это ужас ужасный. Я таких дыр не видела ни разу. Ну, был град, ну, как обычно, вмятинку и все. А это прям все. И вот все вот эти крупные, которые я вот все снимала, вам показывала. Любимый праздник. Вот любимый праздник у нас такой. Прошел, это у нас ураган с градом. Постарался. Половина урожая на смарку. И так каждый год что-нибудь, да, случается. Так что я вот сразу весной говорила, что цыплят по осени считают. Какие-то кусты там вот у меня в другом конце полностью уничтожила. Все побила. В некоторых у нас населенных пунктах вообще с землей все смешало. У нас хоть стоят. Вот они завалились, повалились. Вот так вот коле где-то даже сломались. Но они хоть немного выжили. Сейчас какие-то оправятся. В некоторых населенных пунктах вообще перемешало все с землей. Все, вот до свидания. Просто хотела вам показать, как повредились наши томаты. Какое у нас не очень приятное событие. Но ничего. Другую половину будем выращивать. Хотя выращивать, когда я уже не знаю. Лето у нас похоже кончилось. Ночью 10 градусов. Днем вот так вот не меньше. И каждый день идут дожди. Каждый день дождь, каждый день дождь. Что интересно вырастет нынче у нас, неизвестно. Но будем строить теперь планы на будущий год. Если в этом году будет не очень, значит в будущем году будет лучше. Будем готовиться. И начинать на будущий год все сначала. Плохая погода это не повод для разочарования. Все, до свидания. Желаю, чтобы к вам никогда не приходили такие ураганы. Но если что-то случится, не расстраивайтесь. У нас еще все впереди. До свидания.